ПЕСНЯ Протерий Андрей Колесников Настоятель Грайворонского соборного храма святителя Николая архиепископа Мирликийский чудотворца. Отец Андрей Благочинный Грайворонского округа церквей. А еще он создатель и руководитель оркестра русских народных инструментов. Нашим батюшке можно сказать только самые теплые и добрые слова, слова благодарности. Без его проповедей, которые нас утешают, которые нас наставляют, которые нас поддерживают, мне кажется, в это время просто невозможно прожить. Человек очень интересный, он хороший собеседник. С ним можно обсудить не только православную жизнь, но и культурную и политическую жизнь нашей страны. Очень нравится мне, что он человек творческий. Он руководит коллективом «Струны благовестия», концерты, которые посещают с большим удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я бы, наверное, несколько слов сказал прежде всего о своем деде, о своем любимом дедушке Макаре Федоровиче Колесникове. Дед Макар относился как раз к числу, я считаю, истинно верующих людей. А вот с детских лет дедушка меня брал в храм. Храм был и есть, слава Богу, в Новом Осколе. Отец Василий Герасимчук, отца Николая, отец был настоятелем. И на самые основные праздники, вот как я помню это крещение, это Пасха, я всегда был с дедом там. Вот эта пасочка, которая была испечена, которая была приготовлена бабушкой, а потом бабушке не стало. Тетя у меня пекла вкусные пасхи, ее заворачивали, этот пасхальный кулич. Хотя понятия кулич у нас не было. Пасха это Пасха, творожное понятие Пасхи не было. Пасха это вот, а Пасха печется в русской печи. В платочек, чистый белый платочек, заворачивался, мы ехали на рейсовом автобусе, освещали Пасху. Вот почему-то именно службу всю, как бы, я не очень помню, лишь какие-то фрагменты. А вот именно освещение, может быть то, что зрелищность, может быть то, что еще ребенком. Нас всегда выставляли вперед, вот кто с детьми были, многие с детьми были, бабушки брали. Нас выставляли вперед, и это мощная крапила отца Василия, и сейчас, я помню, практически пол ведра воды, наверное, выливалось. Мне такое впечатление было. И для нас это было самое главное. Вот, окропили, все. Это что-то, что-то, что-то произошло, наверное. Во всяком случае, на душе было так. И дедушка всегда приезжал, чтобы был самогон в доме, или водка, чтобы 100 грамм налить, я такого не помню. Я помню, что он всегда брал бутылочку пива, Жигулевского там. Приезжал он там, вот и праздник. Он открывал ту бутылочку, наливал стаканчик. Опять этой же пробкой. Затыкал бутылочку и убирал. И тогда начинался трапеза. Она тоже начиналась интересно. Борщ варился. То есть, за три минуты до того, как будет дедушкой кушать, мама должна его приготовить. То есть, с ключика, он говорил. То есть, закипел, все, сразу, Валя, наливай. Сразу. Вот, борщ с ключика. И он кушал. Ах! Ах! Дул, внучек, подуй, подуй. Вот это вот. Значит, куски хлеба. Мы сейчас кусочки хлеба у нас, да? Даже хлеб на единицы там есть у нас. Понятие такое. Эта буханка разрезалась, наверное, частей, мне кажется, на 8 или на 10. Он всегда говорил. Унучек хлебушка побольше, а мясного поменьше. Ну, это все закладывается в человеке с детства. Из окружения, родных, близких, из традиций. Вот, казалось бы, таких простых, да? А в них все-таки огромный смысл заключается. Примерно в шестом классе я сказал маме, это потом она мне напомнила, спустя годы. Мам, я хочу быть или попом, или поваром. При всем при этом довольно удачно, условно говоря, складывалась карьера гармониста деревенского. То есть уже в седьмом, восьмом классе меня уже приглашали. Там где-то хату мажут. Где-то что? Андрюш, приди поиграй. Андрюш, иди поиграй. А что, музыкальная школа была? Нет. Это гармошка, которой второй мой дед меня научил, потом сосед подучил. Гармошка, потом гитара. Все это самобытность. Без нот, без ничего абсолютно. Я с удовольствием это делал, и играл, и пел, как я тогда думал, хорошо. А когда пошел учиться, понял, что я же не умею вообще, как говорится, и с интонацией проблемы и так далее. Но тогда это было как-то просто, и воспринималось это людьми как радость такая, которую дарят. Тем более парень молодой, не то, что старый дедок пришел, поиграл. Да, молодой парень, кучерявый. ПЕСНЯ ПЕСНЯ После школы я поступил в Белгородское культурно-просветительское училище. Культ-просветучилище, как тогда говорили. А закончил уже колледж культуры. То есть за эти четыре года училище преобразовалось в колледж. Я решил, что я посвящу свою жизнь культуре. И тем более культуру нести на село. Вот как потом уже нас учили. Я смотрел на свой дом культуры, вспоминал те времена, когда это было все активно. Потом те самые 90-е годы. Эти замки большие висели. И мы, молодежь, собираются. Человек 30. Замок. Куда нам деться? Мы идем в председатель сельсовета. Дайте нам ключ. Но почему не открывают ничего там? Мы сами открывали. Мы сами настраивали дискотеку. Мы сами там все это делали. И я подумал, что я вернусь. Столько идей различных. Может даже какие-то амбиции. Не знаю. Сложно сказать уже сейчас. Вот с этими идеями я шел поступить как раз на дирижера оркестра русских народных инструментов. Дом Рабалайка. Звучание народное. В Устле они пленяли с самого детства. А если вернуться к разговору, почему поваром или священником. Мне нравилось готовить всегда. И нравится. А священник, опять же, внешне. Вы говорите о традиционных и внешних обрядовых, может быть, моментах. Запах ладана. Он меня покорил с детства. Того, которого сейчас нет. Медового ладана. После института Орловского я поступил в семинарию в нашу, в Белгородскую. Она как раз только открылась. Несколько лет как. Потому что, когда я в колледже здесь учился, культуры еще не было. Семинарии. Перебью Орловский институт культуры тоже. Да, да, да. И по диплому руководителя оркестра, когда владыка митрополит, собеседование было у нас, у абитуриентов. А потом уже, когда я поступил, и он благословил. Я говорю, давай, джазани, собери там из семинаристов, кого там. Был первый ансамблик, нас было 4 или 5 человек. Кто-то на гитаре брончит, кто-то там еще что-то. Так, ты на гитаре будешь на гуслях играть, послезавтра концерт. А что такое гусли? А, увидишь. И играли. Вот и играли. И за эти 4 года, практически 5 год, больше 30 священников, почти 40 священников мы насчитали, кто находил себя в нашем коллективе. То есть это было такое, с одной стороны, неформальное отношение и общение там. То есть я не скажу, что это семья прям была. Мы вместе, нам нравилось общаться, музицируя. Мы там одно-два произведения, понимаешь, полгода там учили. Но сам процесс общения уже подтянули несколько человек, сначала из, скажем так, филармонии наших профессионалов. То есть у вас в оркестре и любители, и профессионалы сейчас? Совершенно верно. Конечно, больше профессионалов на сегодняшний день. Но есть и те люди, которые вообще никогда не соприкасались с инструментами, наши игроворонцы, но очень хотели. И они реализуются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В семинарию как пришла мысль поступить? У вас уже было два учебных заведения за плечами, и вы вдруг поступаете в семинарию. Когда я учился в институте в Орле, ко мне где-то на четвертом, наверное, курсе уже, подошел наш преподаватель и говорит, ты не хотел бы звонарем в храм? Там есть один храм у нас, где я рагент, а ты не хотел бы быть звонарем? Говорит, да ну какой с меня звонарь? Я на том, на том вроде как играю, поигрываю, но он на ударных нигде никогда не играл, поэтому со звонами я не думаю, что ты приди попробуй. Ну и в чистый четверг я пришел. Это был Иверский храм, он и есть сейчас. Недавно посетил его. Это было начало, как говорится, уже моего такого воцерковления. Позвонил и на клирос, там то сижу, то слушаю. Позвонил и на клирос, там несколько раз. И общение, общение со священниками. Вот это тоже отдельная страница уже. Светлой памяти отца Тимофея, отца Александра, которые там служили. Вот и отец Сергий, дай Бог ему здоровья, он жив, он говорит, Андрей, а ты не хотел бы стать попом? Вот так вот конкретно. Я говорю, батюшка, да вы что? А я уже в Алтарь стал ходить потихоньку, сначала из праздного любопытства, потом что-то мне, какие-то моменты начали духовно интересовать. Вы что? Я же закончил, меня ждут там в деревне, там в своей, тем более вот, чтобы институт закончил, вот дипломированный специалистом и так далее. Ну смотри, улыбается. И потом, как и что, вот это мне сказать сложно. Казалось бы, должен бы я знать, но я не могу сказать, в какой момент надлом, перелом, пересматривание каких-то своих мировоззренческих или каких-то таких моментов. Я решаю поступать в семинарии. То есть, с одной стороны, я понимаю, что вот культура, и я с ней уже столько лет, как бы и учусь, и играю, и так далее. Для меня этого стало мало. То есть, это какая-то одна из ступенек чего-то другого, основополагающая такая, но вот что-то другое. И потом уже как-то начал интересоваться, что, оказывается, православие – культура, образующая религия наша. То, от чему я учился столько лет, это образованно, оказывается, вот чем. Тем, о чем мне поведал когда-то мой дед Макар. И вот поэтому я решаю сначала в Курске, я не знал, что в Белграде семинария. Я говорю, мам, ты знаешь, я буду в Курск поступать, в семинарию. Да? Ну, смотри, сынок. Странно, казалось бы, да? Бабушка сказала, дед, дед Филипп, по отцовому, говорит, что тебе в одном мне научили? Пока будет мать, тебе банки возить, или ты будешь возить? Я говорю, дед, я не знаю, что тебе сказать. Ну, правда, не знаю. Или дядя тоже. Когда памятник князю Владимиру Святому открывали, я был как раз абитуриентом. Они живут прямо напротив этого памятника в доме. Я зашел к ним, дяди уже нет, он был инвалид, лежал, как бы не ходил. И он говорит, ну что ты понимаешь, Андрей? Ну вот что ты понимаешь? И училище, и институт. Ну, тебя мало, понимаешь? Ну, вот тут семинария какая-то, понимаешь, там. Вот поставили памятник, вот пришли вы там, понимаешь, крестным ходом. И начинают, а налоги церковь не платит. И памятник этот поставили без налогов. Вот, понимаешь, что. Вот эти все моменты. Вот, и потом мама говорит, сынок, да есть, окажется, семинария в Белгороде у нас. Приехал семинария. Я знаю, что это был дворец пионеров. Я когда учился в Белгороде. Сел на остановке, там фонтан же был раньше, там. Сижу. Как же я туда сейчас пойду? Там же семинария. Там же семинаристы. А я не знаю, как правильно, как говорится, перекреститься. Не то, что там. И сижу, сижу, а так устал и задремал на остановке. И подходит ко мне вот один семинарист, толкает. И почему-то вы к нам, наверное. А я так говорю, да. Ну, пойдемте. И вот я захожу, и все, и зашел. Ну, вот Господь ведет. Господь ведет. После семинарии сразу в Грайверу не оказались, нет? Да, практически сразу. То есть я окончил семинарию и был дежурным помощником по воспитательной работе в семинарии. Немножко совсем. И потом Владык Иоанн благословил меня сюда директором Духовно-простительского центра. Это 2003 год. Я поработал здесь пару лет. В 2005-м женился и рукоположился. Матушка Белгородка, коренная, тоже музыкант. Она закончила наш колледж музыкальный белгородский. И потом тоже институт культуры заводчинный наш, Орловский. Тоже еще пока не было же у нас института здесь. И что интересно, вот они на клиросе поют, все наши девчонки. У них у всех образование одинаковое, начальное. То есть это все выпускницы музыкального колледжа. Разных лет, но все выпускницы музыкального колледжа. В том числе и отец Андрей, с кем я служил. Матушка из невоцерковленной семьи, обыкновенной тоже. Обыкновенной семьи, тружеников. Дети есть у вас? Павел, сын. В 7-м классе учится. Характер такой мягкий, спокойный. Можно даже сказать домашний такой ребенок. Но интересуется с детских лет, интересовался кинематографом. Когда мы пришли с отцом Андреем к нему домой, встретил его сын. Супруги дома еще не было. В местном доме культуры проходила репетиция хора, который готовился к защите звания народного коллектива. У Колесниковых свой дом, участок, на котором они разводят кур. Квочек сейчас мало садится. Поэтому мы решили инкубировать вот в таких инкубаторах яйца. Значит, здесь несколько пород яиц и сушек. Климут-Рог, Белефельдеры, Брезгальские. Вот инкубатор-то большой, конечно, почти на полторы тысячи яиц. Но мы немножко так для себя. Завтра будем смотреть оплот, не оплот проверять. И это вы умеете? Ну, это я умею. А так, ну что, куриные у нас такие буги, по-музыкальному сказать. То есть человек должен вокруг чего-то постоянно копошиться, как сама курица. И самое простое, что сейчас можно, это куры. Корова, поросята, все это сложно для нас, а куры как-то попроще. Ну и во дворе они у вас. Да, да, да. Пойдемте посмотрим. Вот тут наше хозяйство и обитает. Так, цыпы, здоровы были? Как дела? Ну, все нормально. Цып, 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 цып. Цыпа, 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 цыпа. Скажи, кто, что чужие такие пришли, да? Непонятно. У него, кстати, хозяйство большое. Время нужно на все это? Ну, как бы, время, конечно. Ну, а мы сами для этого время создаем. Или на диване лежать, или надо все-таки пойти. То покопать, то полечить, если кто заболел, то покормить, то яички собрать. Пасхи сейчас, они особенно дороги. Заботы, послушания у священника много. Это и социальная работа, и просветительская, встреча и со взрослыми, и с детьми, участие в общественных мероприятиях, заботы о собственном доме и своей семье, свои увлечения. Но все же главное для любого священнослужителя – молитва, богослужение. И центральная из них – божественная литургия. Одно из самых главных, по моему убеждению, – это вот личные переживания во время службы. Слезы начинают течь ручьем во время, допустим, чтения Священного Писания. Один раз был такой, прям захлеб, я ничего не могу сделать. Я служил с Сусом Сергием, он мне воды принес там и все. Я раньше думал, может, это как-то со здоровьем связано. А теперь я думаю, это личное переживание. К чему вообще должно и, наверное, прийти, должен прийти каждый человек. И принцип необрядности в церкви – это очень важно все. Но самый главный принцип – это я и ты, Господи. Вот эта связь, вот эта тонкая ниточка, которая хорошо бы, если бы она переросла вот такой прочный канат, когда была бы потребность в молитве, как в общении с Богом. – Потребность разговора с Богом. – Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok